Фабури-пап, табури-пап, фабури-папа Александр, скажите, вы когда-нибудь били баклуши? Ну, так, плевали в потолок, валяли в ваньку, Александр? Ага, вы имеете ввиду, посещал ли я тайно ваши творческие вечера? Да, посещал, и знаете, я вам должен сказать, я не в восторге Александр, знаете, по-моему, вас ничто не может привести в восторг Разве что день открытых дверей Можайского мясокомбината А я и не скрываю того, что я люблю, когда передо мной открывают двери и бесплатно кормят О, Александр, вам в этом нужно посоревноваться с нашим следующим гостем У нас Григорий Шевчук, ведущий программы «Званый ужин» на канале Рэм ТВ Здравствуйте, Григорий! Добрый вам вечер! Здравствуйте! Присаживайтесь! Здравствуйте! У вас очень сытый вид, вы со съемок? Просто человек, который ведет одно из самых популярных кулинарных шоу, не может быть худым А вы же знаете, счастье есть, оно не может не есть Мы подготовили пародию, хотим ее вам показать, потом выяснить, насколько ли это похоже Давайте, пародия на «Званый ужин» «Большой разницы» прямо сейчас Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok Удивил гостей безопасным борщом и подозрительно вкусными котлетами Андрей Гамов, директор автосервиса. А уж банальная игра в монополию совершенно разочаровала гостей. Поэтому сегодня у Андрея всего-навсего 50 баллов. До сих пор не появился, но обещал быть к концу сегодняшнего вечера четвертый наш участник. Это Геннадий, чиновник, который своей наглостью и административным ресурсом сумел выпросить у нас 300 баллов. Сегодня же нас в гостях принимает писатель-фантаст Арагорн Нефёдов. Привет, Арагорн! Приветствую я тебя, о смертный, да будет лёгок твой путь, Вальхалу. Ух ты, спасибо на добром слове. Чем будем сегодня удивлять, Арагорн? Я подам на стол змеи на бифштекс, шашлычки из членистоногих и на десерт коктейль «Слёзы тролля». А какие развлечения вы предложите гостям? А развлечение пока сюрприз, потому что для битвы оно должно немножко проголодаться. Ну что ж, как говорится, сегодня сытые позавидуют мёртвым. А вот и наши гости. Я приветствую вас, люди, эльфы и Женя. Расследуйте к столу. Друзья мои, попробуйте вот этот вот змеиный бифштекс, понимаете, да? Вот это просто урага вкуса, да? Вы знаете, вот эти вот его угощения, да? Это вообще просто, понимаете, ни в какие ворота. Вообще то, что мы у него ели, да? Мы у себя на работе, с вами на пенепстанции мы будем. Божественно. Просто прелесть. Ну вообще это плохая карма, так говорить, но я скажу. Знаете, меня просто чуть не перевернуло. Да. Я, дело в том, что я вегетарианец. Ну вообще мясо не ем. И вообще меня весь вечер спасала герань. Ну, которая на окне у него стоит. Что это за тварь? Мерзость какая. Прекрасный ужин. Просто самый лучший за всю мою жизнь. А сейчас время десерта. Слезы тролля. Опасения гостей, надо сказать, вполне обоснованы. Потому что я сам видел, как Арагорн для десерта вытягивал что-то из канализации. И неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы не приехал Геннадий. Трай, трай, трай. Трай, трай. Геннадий, а нищенко-то поужинали, блин. Ну что ж, дорогие телезрители, на этом наша передача подошла к концу. Посмотрим на следующей неделе, чем же нас угостит Геннадий. Чем-чем? Веницеллином и клизмой. Так, так-так-так, оператор. А что ты там жуешь, а? Пародия на шоу «Званый ужин». У нас в гостях сегодня Григорий Шевчук. Григорий? Очень похоже, спасибо. Узнали себя? Вы увидели то, что находится между строк, действительно. Ну, когда в кадр говорят одно, а за кадром на интервью говорят совсем другое. У вас что, так бывает? Что вот говорят люди вкусно, а на самом деле невкусно? Никогда такого в смаке не было. Был ли случай какой-нибудь на съемках, чтобы кто-то приготовил еду, а кто-то ее съел и отравился? И умер. Были ли какие-нибудь веселые случаи на съемках? Другими словами. Веселые случаи действительно были. Полтора часа варили большое трехлитровое страусиное яйцо. Потом долго его разбивали. Страус был в шоке, да. Варили яйцо? Варили, конечно. Для того, чтобы... Я знаю, когда можно яичницу на огромное количество людей сделать. Нет, нет, нет. Нужно было его сварить и потом красиво нарезать кружочками. Это, конечно, впечатление было. Где вы взяли страусиное яйцо? Продаются. Ну, не на правах рекламы, в очень дорогих супермаркетах. Страусиная ферма у Сашки. Купи яйцо, получи второе в подарок. Знаете, я тоже веду кулинарную программу в тот момент, когда Саша меня выпускает погулять. Со съемок этого шоу. Но я никогда не пробовал страусиное яйцо, честно, на вкус. Отличается? Рассказать? Расскажите, Григорь. На вкус абсолютно одинаковое. Как куриное. Только вот визуально белок свето-жженой резины, а желток величиной с кулак. Глаза смотрят, но мозг не понимает. Скажите, а кто? У вас же такое количество звезд там снималось, ну, известных артистов. Кто-нибудь запомнился блюдом или поведением? Там же не только блюда важные. Тут же не так. Конечно, конечно, запомнился. Вот как раз тут сидят два замечательных моих друга, неповторимых. Пьер Нарцисс запомнился тем, что выиграл на неделе звезд «Устраивай русский вечер». Да, понятно. А Миша Гребенщиков запомнился тем, что мы у него вскрывали кокосовые орехи с помощью перфоратора. Это было новое и интересно. Были когда-ли ранее пародии на программу «Звоны ужин»? Нет. Нет? Нет. Не было. И на вас никто никогда не делал. А вы сами на кого-нибудь делали пародию? Ну, делал, начиная с театрального института, делал. Так, вот, ближе, горячо. На кого? Иосиф, заходи, не обращай внимания, мы с Надькой постоянно ссоримся. Что нового? У нас в гостях сегодня был ведущий шоу. «Званый ужин» Григорий Шевчук. Спасибо огромное, Григорий, спасибо большое. Иван, я хочу, чтобы вы у меня купили одну очень нужную вещь. Знаете, Александр, если вы имеете в виду этот аппарат для стерилизации куниц, который стоит у меня в гримёрке, я его не буду покупать. Почему? Я уже вчера взял один себе. И кто меня опередил? Вас опередил телемагазин. Ну, ладно, давайте посмотрим пародию на телемагазин в большой разнице. Здравствуйте! Это магазин на диване. Вы простаиваете в очередях с утра до ночи? Вы валитесь с ног, бегая за сотни подписей? Вам трудно сдавать зачёты преподавателю? Хватит! Хватит собирать справки о том, что вы собирали справки, о том, что вы не собирали справки. Хватит приходить в поликлинику к шести утра, чтобы взять талончик на шесть вечера. Наконец-то появился новый продукт, который решит все ваши проблемы. Плат. Блат откроет перед вами любые двери. Блат изменит мнение окружающих о вас. Блат восстановит справедливость. Раньше, когда я постоянно сидел в очередях, у меня портилась осанка. Но с тех пор, как у меня появился Блат, я стал сильным, подтянутым. Потому что у меня появилось время ходить в фитнес-клуб. И бесплатно. И всё. Почему? Да потому что у меня там Блат. Вот. Блат не противоречит законам Российской Федерации. Напротив, он помогает обходить в коррупцию, в бюрократию. Он абсолютно безвреден. Вы знаете, я сам адвокатскую лицензию по Блату получил. Раньше, для решения проблемы, вы пользовались деньгами. Есть замена деньгам. Блат. Он не имеет срока годности. Достаточно один раз в год съездить на шашлыки с кем надо. Приобретая Блат только у нас, вы получаете в комплекте жизненно важные фразы. Я от Олега Евгеньевича, меня послал сам, и Дмитрий Сергеевич говорил вам по поводу меня. Кроме того, только сегодня вы получаете совершенно бесплатно упаковку понтов, мохнатую лапу из своего человека в мэрии для усиления работы Блат. Не покупайте дешёвые подделки. Дядя в ЖЭКе или знакомый в милиции. Это обман. Только у нас Блат. Большая разница. Иван, у вас не было пиратов в роду? Александр, то, что я вам на 23 февраля подарил видеокассету, ещё не значит, что она пиратская. Просто ворованная. Нет, это я просто подумал, что если бы у вас была борода побольше, деревянная нога и попугай на плите, вы были бы вылитый билибонг. Александр, вы знаете, а вот если бы у вас был попугай на плите, потому что борода у вас и деревянная нога уже есть, вы вылитый, были бы игрок сборной России по футболу. Так, а подождите, деревянная нога и борода у футболистов, я ещё понимаю, попугай при чём? Но что-то же им должно напоминать о чемпионате мира в Южной Африке, кроме деревянной ноги. Давайте напомним им о чемпионате в Африке, пародии в большой разнице. Давайте напомним. О, Юр, гляди, какие клоуны. По полю бегают в ЮАР. Кругом фанаты размалёваны. Не Мундиаль, а Аватар. А вон смотри, бежит кака. Прикинь, играл бы в ЦСКА, спроси, как в армии дела. У нас кака. Смотри-ка, Игорь, португальщики. Роналдо клеится к мячу. А это кто в красивой мячке? Мессия. Я вот такую же хочу. Андрей, сейчас нет смысла ныть. На поле надо феереть. Тогда не стыдно майку снять и обменять. Ой, смотрите, как он водится. Уж полкоманды намотал. У нас бы только он попробовал. Я ноги бы ему сломал. Вот потому не едут к нам Рональды, Пирлы и Зидан. А едут те, кто подбаян и вечно пьян. Смотрите, все команды с тренером. Кто краснонос, кто криворож. А это кто сидит, хихикает? Очень на Хидинка похож. Ты, блин, Андрей, не трогай, хитинка. Не он славянцев проиграл. Ты без него сейчас не в Англии, а все в зените бы скакал. В футболе тренера ругать Это как повару сказать Мол, из поленьев и камней Сварин овщей. А почему же мы не в телике? А чё ты рано так спросил? Мы огребали пару месяцев, Пока ты в Лондоне косил. Чем от болельщиков страдать? Лучше совсем уж не играть. А как же Родина и флаг? А, what the fuck? Ты, блин, на грубость нарываешься. Андрюш, обидеть норовишь. Ты у нас так накувыркаешься. Домой в пакете полетишь. Да чё вы, парни, я шучу. Я тоже там играть хочу. У нас из клуба все в ЮАР, а я вот в бар. Давайте тоже там всех сделаем. Я летом в будущем готов. Через четыре года следующий. Ой. Мне будет тридцать пять годков. Мне тридцать час, последний шанс. Останови, попробуй нас. Мы ж ветераны, это раз. А два есть газ. Нажмём, порвём, головы забьём. Шампанским кубки сполоснём. Потом проспимся и на матч. Россия, плачь. Большая разница. Вы знаете, Александр, я вот тут подумал, ведь у нас с вами имена великих царей. Да? Но всё-таки, мне кажется, Иван как-то несколько выше стоит, чем имя Александр. Чего бы это? Ну как же, Иван Грозный. И что? Иван Грозный Казань покорил. Что? Иван, ну провели вы день города в Казани. Невелик корпоратив. А вот Александр Македонский, он Европу покорил. Знаете, если вы с автобусной экскурсии проехали по Европе, это ещё ничего не значит, Александр. Знаете-ка что? Встаньте-ка вы на колени. Вот как? Да. В связи с чем? В связи с тем, что я хочу оживить сейчас картину, Иван Грозный убивает своего сына. А, Иван имел в виду, что в программе «Большая разница» появилась новая рубрика «Ожившая картина». Кто там? Откройте, милиция! Соседи говорят, тут какая-то драка была. Не было никакой драки. Это я НТВ смотрел. Там в Комарохе криминальные шутки показывали. Дверь открываем! Сейчас. Скажу, что катышек. Они не поверят. Скажу, что в день десантника играли. Бутылки об голову вели. Тоже не поверят. О! Давай, давай. Так, мы ломаем дверь. Копылов, давай! Не ломайте, я открываю дверь. Не ломайте. Не ломайте дверь. Уже открываю. Войдите. Так, а чем мы в темноте-то? Копылов, свет. Здравия желаю. РОВД Центрального округа Московского княжества, старший лейтенант Синицын. Будьте любезны. Документики. Ага. Сейчас. Пожалуйста. Так, я не понял, это что, взятка что ли? Да нет, удостоверение личности. Да, похож. Это самое каково, а что соседи мне говорят, что вы шумите все время здесь? Да ладно, здесь стены тонкие. Петрович, чего? А что за пятно на ковре, кровь? А, это я анализы сдавал, в поликлинику носил кровь и расплескал немного. Ну, допустим. А это самое каково, вот мне соседи еще сказали, вот тут казните направо-налево всех, на кол сажаете. Да. Душегубством занимаетесь? Да. Да? Так это вот. Чего вот? Вот лицензия имеется. Лицензия. Общество душегубов и мироедов. Ладно. Один здесь проживаешь? Ага, уже один. Ну, в смысле, вдвоем с сыном. Сын где? Ушел. Куда? На казнь. На казнь. На казнь, на вечерний тянутся. Шкафчик откройте. Какой? Вот этот за вами. Вот этот шкаф? Да, вот этот. А зачем? А почему нет? Открыть шкаф? Конечно. Для вас, открыть шкаф. Да, для кого? Ну, все, открываю, вот шкаф. Открывайте. Сто тысяч рублей, и этот шкаф не открывается. А вот это как вот взятка. Ой-ой-ой. А вы же сказали, на вечерний сеанс пошел. Так рано вернулся. Что? Это не мое. А чье? Мне подкинули враги. Да что вы говорите? Подкинули. Он говорил, кровиночка ты моя. Вот, кстати, это моя кровиночка. Ну что, уважаемый, протокольчик будем оформлять. Копылов, быстро понятых. Бегом. Проходим. Проходим. Да проходим, я говорю. Господи, Копылов, что за рожи. Граждане, здравия желаю. Старший лейтенант Синицын, сейчас вы будете присутствовать при оформлении протокола. Что они говорят? Давайте-ка я переведу. Пожалуйста. Не тушитеся. Он, оно, шарабаши, тоже неши, кужинежи, тоже неши. И что, чего его? Тотышни на шабушке шабетушки. Того нешта. Он, оно не шарабаши, кужинежи, тоже неши. И что, кто ты сделал? Я не буду на педушке, пошивнишку раскуряжу. Теребешки, дарушки, шарабашки. Да о чем они говорят-то, б***ь? Они говорят, что ничего тебе не скажут. Собака пляшивая. Чего? Они говорят. Топылов, вы водите, шарабаши, к отсюда, к чертовой матери. Бегом. Выходим, выходим, выходим. Да выходим, я говорю. Значит так, уважаемый. Кстати, как вас там? Грозный. Чего? Грозный, говорю. Грозный, что знакомая? Чеченец, что ли? Да я царь всей Руси. А я РУВД всей Руси. Топылов. Стул, бегом. Грозный в Сея Руси. Сейчас тебе покажу, Грозный в Сея Руси. Не таких грозных кололись. Есть! Давай, папаш, по порядку. Чего сынком не поделили, почему бы та ухо произошла? Не слышала! Он бы опричину хотел. Так. Мол, все служат, и я послужу. Ну и? Ну что вы, я его вот посохом и комиссовал. Папаш, ты с дозировкой посохов-то не переборщил, а? Да нет, что бы. Легкое сотрясение очнется только спасибо, скажет. Вот. Петрович, чего? О, попричину хотел. Ладно. Ой. Видишь, Копылов, недаром говорят. Бьют, значит любят. Да? Ладно. Счастливо. В следующий раз аккуратнее. Не шумите. Соседи... Копылов за мной. Пока, Копылов. Бать, ну ты чего, а? Ой. Ну я же служить хотел, а ты меня этой прям... Да будет тебе, будет тебе защитник. Не царское это дело. Не царское это дело снег чистить, двор подметать, да листочки на деревьях в зеленый цвет перекрашивать. А причина должна быть профессиональной. Большая разница. Александр, вот скажите, вы же наверняка в юности разоряли гнезда. Если вы имеете ввиду, был ли я ловеласом, то да, был. Ну, я не это имел ввиду. Но, Александр, если вы были, то тогда расскажите какую-нибудь любовную историю. Мой юный друг, вот послушайте. Стихотворение, которое я посвятил Леди Энн. Ты снова не слышно ногою, Прижалась к ноге, Торчит разделенного чувства, Взведенный курок. Послушай, далеко на озере Селигер Изысканный бродит сурок. Александр, судя по стихам, до выстрела дело так и не дошло, Александр, да? Вам нужно рассказать о стихотворении героини нашей следующей пародии. Пародия на Анфису Чехову и передачу «Секс» с Анфисой Чеховой. Большая разница. Пойдемте, Александр. Дорогие телезрители, Если вы смотрите в нижнюю часть экрана, Это значит, вы смотрите «Секс» с Анфисой Чеховой. Можно ли флиртовать в коме? Какие позы не противоречат ук-рфу? Как отличить гиперсексуальность от гипертонии? Это и не только это мы обсудим сегодня, Ведь передача-то у нас об этом. Одна моя знакомая подруга думала, Что безопасный секс – это секс с телохранителем, А еще лучше с двумя. Секундочку, оператор. Я, между прочим, вот отсюда говорю. В сексе никогда не надо делать преждевременных выводов. Вот одна моя подруга, например, Думала, что она расистка. А совсем недавно ночью убедилась, что нет. И к тому же она... Пустите меня! Дайте пройти! Не трогайте меня! Для этого надо меня сначала на Мальдивы свозить. Анфиса! Ты че, совсем оборзела? Ты че себе позволяешь? Сколько можно? Успокойся, это одна моя подруга. Я? Та самая одна ее подруга, С которой все время что-то происходит. Я тебе, значит, истории все рассказываю, А ты потом об этом на всю страну? Ты просто все не так поняла. Да что ты говоришь? Я тебе по секрету рассказала, Что люблю заниматься сексом по песне Кобзона. Так теперь мне на 8 марта Вместо цветов и украшений Диски Кобзона дарят. А после последней программы Со мной вообще только по трое знакомятся. Подожди, ты просто слишком нервничаешь И преувеличиваешь. Просто успокойся. Хорошо? А что, я все равно всегда сижу. Просто Моя программа, она держится на трех китах. Твои истории Два и три. Анфиса, Ты меня достала. На вашем канале иногда дерутся? Да что я спрашиваю? Это же ТНТ, конечно, дерутся. А ну, Анфиса, иди сюда. Я тебе сейчас весь рейтинг расторопаю. Тихо, подожди. Подожди, подожди, подожди секундочку. Успокойся. Я, пожалуйста, я прошу, я, пожалуйста, У меня есть много других историй. Не все истории про тебя. Пожалуйста. А может, я буду про тебя рассказывать? Одной моей знакомой ведущей Многие завидуют. Но не целиком. Хе-хе. Все, Анфиса, Мы с тобой больше не подруги. Теперь тебе неком будет рассказывать. Не звони И не пиши мне. Ну и ладно. И без нее все равно есть что рассказывать. Одна моя... Ну, Августин, ну дай пройти. Сон ты крыса, козел. Ленка? А ты-то чего пришла? Это тоже одна моя подруга. Ну, не одна, а просто подруга. Анфиса, ну что происходит? Что такое? Ты что делаешь вообще? Что? Про тебя-то я уж точно ничего не рассказываю. Вот именно, а почему? Мне же тоже хочется, чтобы все узнали Про мои интрижки, шашни. Какие интрижки? Какие шашни? У тебя самая интересная интрижка была, Когда тебе мужик в автобусе на ногу наступил. Да я вообще, я не женщина. Я ураган. Господи, вы даже когда с мужем Девять с половиной недель смотрите И друг другу глаза закрываете. Ну так там такое показывают. Анфиса, я же тоже хочу, Чтобы про меня все шушукались, Стыкали пальцем. И не потому, что я напилась, Ай, зависти. Ладно, буду про тебя рассказывать. Одна моя подруга Два часа провела в ванной с мужем. Постирали все рубашки. И даже один пододеяль. А еще одна моя подруга Вырастила вот такие огурцы. Но размер не главное. В салате не видно. Русская женщина может быть хороша Либо в постели, Либо в саду. Так, значит, про одну подругу Рассказывать нельзя. Про другую нечего. Ну что мне теперь делать? Я сейчас вон те, кто их мужчин обслужил И подойду к вам. А, девушка, а трех мужчин Вы обслуживали? Да я целые банкеты обслуживаю. Одна моя новая подруга Просто вулкан Эй-яй-фятлайкутль Дорогие друзья, это была пародия На секс с Анфисой Чеховой большой разницей И как приятно, что сегодня у нас присутствуют За главные герои этой передачи Анфиса Чехова Анфиса, приглашаю Анфиса, прошу вас Нонна Грешаева, прошу вас Извините, Нонна, что я сегодня приоделась Обычно я так и хожу Анфис, все-таки лучше сюда, наверное У меня ощущение, что я нахожусь в тисках Вот где-то так Анфис, ну как вообще, похоже было? Как вам, понравилось? Такое ощущение, что Нонна просто прожила пару дней на моих съемках И точности сымитировала весь процесс Есть ли подруга? Есть Она уже два раза развелась с мужем Из-за программы? Не знаю, хочется надеяться, что нет Скажи, пожалуйста, случается ли в твоей жизни ситуация, когда к тебе подходят и просят помочь Распадаются семьи, не налажен секс? Да, сплошь и рядом распадаются семьи, не налажен секс и все ко мне потом подходят После распадения семьи Анфиса, дело в том, что... Мужчины в основном подходят и говорят, Анфиса, у меня распалась семья, не могли бы вы мне помочь с сексом? Как же ты помогаешь, Анфиса, мужчинам в сексе? Ну, насколько хватает мне сил, я им помогаю Даже невооруженным глазом видно, что сил у тебя много А вы могли бы пообщаться, например, обсудить нас, как некие девушки обсуждают потенциальных парней, как Анфисы Чеховой? Саша, как потенциально у меня... Анфиса, как делить будем? О, ну мне тот, который покрасивее Ой, Саша Сашу, да Нет, Афиса С того, который повыше Да, это тоже Саша Знаешь, Ноночка, обрати, пожалуйста, внимание на бабочку, на том, который повыше Как ты думаешь, маленькая бабочка... Это признак... Это признак чего? Я думаю, что именно того, о чем ты подумала Анфиса, сообщу вам, Анфиса Пусть лучше бабочка будет маленькой, чем ее не будет совсем И лучше она будет спереди, чем сзади, Иван Привет Привет Друзья, Анфиса Чехова сегодня «Большая разница» Анфиса Чехова, Нона Гришаева Большая разница Иван, вам никто не говорил, что вы похожи на Ивана Грозного? А, вы про тот случай в буфете Третьяковки, Александр, говорили много раз А вам не говорил никто, что вы похожи на голливудского актера, который сыграл в фильме «300 спартанцев»? Джерард Батлер? Нет На того, кого Джерард Батлер ударом ноги в колодец сбросил Знаете, Иван, в вашей исторической наблюдательности позавидовал бы сам Эдвард Родзинский А давайте прямо сейчас мы и посмотрим пародию на Эдварда Родзинского только в детстве Большой разницы И тогда из гроба показалась рука И голос такой страшный Отдавай свое сердце! Ха-ха-ха! И что, по-вашему, это страшная история? Вот новейшая история Амелькии Это действительно страшная история В одном черном, причерном городе На одной черной, причерной улице Стоит черный, причерный белый дождь Котором сидит черный, причерный президент И скукает черное-черное золото Зеленый-зеленый дождь Эдвард Родзинский Эдик Родзинский, ты что, опять за свое? Не, это Петров Ну хватит брать, Родзинский Ведь Петров-то уже две недели после твоих историй как вообще не разговаривает И все И чтоб хватит мне тут Надоело мне за вами после каждого тихого часа пеленки перестирывать Не затыкайте мне рот Когда-нибудь я обязательно стану знаменитым телеведущим Да что ты! Вот этого нам только и не хватало За всей страной тогда придется пеленки перестирывать Здравствуйте Здравствуйте Я Эдика из садика сегодня пораньше заберу Нам на дачу ехать нужно Эдик Родзинского, конечно, давай Ой, слава Богу И дай вам Бог здоровья, мамочка Терпения и дачки ваши процветания Спасибо Ну, Эдик, как сегодня прошел твой день? Это был один из самых кровавых дней в истории детского садика Мы сдавали кровь из пальца А что было на обед? На скудном обеде дети жадно хватали посиневшими губами охмуте мяса Они еще не знали, что ждет их после обеда А что было после обеда? Пусть седали на своем троне С еленящим душем взглядом Воспитательница Елизавета Иоанновна Заставляла детей читать стихи А тех, что отказывался Нянечка в обрече павна сажал на горшок Этот почтенный седогласый мальчишка может подтвердить Ой, как хорошо, что я вас застала Я воспитательница Эдварда У меня к вам разговор Можно вас на минуточку? Конечно Мы сегодня с детьми рисовали на свободную тему Вот что нарисовал Иоаннов И другие дети примерно тоже А вот это нарисовал ваш Эдуард Ой, Вовочка, куда ты пошел? Подожди меня Эдвард А правда? А что ты такое нарисовал? Это восемнадцатый съезд О-ка-по-по На котором было принято решение О кровавых чистках Органах власти Эдик Ну опять-то со своим ВКПБ Ну скажи мне, пожалуйста Ну почему ты не можешь быть Нормальным ребенком? Ну вот посмотри Виталик, сиди Молчи Никого не трогай Виталик, что ты сегодня делал? Сегодня У нас было театральное Пистовение Давай, Клопка Оренька Игравшая в сичку Была бесподобна Как Марин Дитрих В фильме Биакоя Венера Виталик, ну хоть ты помолчи Извините Пойдем лучше мультик посмотрим Давай Вы знаете, голубушка Вместо мультипликационных фильмов Я бы с удовольствием Лучше пересмотрел Волгу Волгу С небонорожаем Любовью Аовы Между прочим Это любимый фильм Игрусь 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 Сталина Эдик Ну я же тебя просила Ну хоть день Ты можешь побыть Обычным Обычным мальчиком А нечего было Уходя на работу Оставлять меня наедине С большой советской энциклопедой Надо было Нанимать мне обычную нянечку А не доцента кафедры истории Так, все Ладно, пошли Дома поговорим Жаль, что наш интересный шилий спут Опять перерастет в порку Собственно Как и всегда В России Александр Что вы считаете Самой большой несправедливостью в мире Кроме того, что вам отказали В скидке с солярией Самой большой несправедливостью в мире Я считаю Что вот Евгений Плющенко На Олимпиаде сделал В Ванкувере Прыжок в 4 оборота А Петр Налич Его все равно с собой не берет На Евровидении Александр, а для меня Самая большая несправедливость То, что Джеймс Кэмерон 10 лет Кропотливого труда Снимает фильм Потом получает всего 3 Оскара А остальные забирает его жена Бывшая Бывшая жена? Господин Кэмерон Джеймс Держись Я с тобой, Джеймс Пока Джеймс Кэмерон Держится за Александра Цикала Друзья, давайте посмотрим Еще одну пародию На Аватар Большой разницы А это точно безопасно? Солдат на этой планете Опасно абсолютно все Я вот даже Расческой порезался Джейк, просто ложись сюда И ты окажешься в своем Аватаре На Пандоре-Срединаве Изучи их обычаи, культуру И не забудь взять анализы Парень Я хочу, чтобы ты показал Этим дикарям, кто здесь хозяин Под деревом, в котором Они живут в зале же Анаптамиума Уговори их оставить дерево Иначе Я сделаю из него Самый большой в мире Табурет Да, сэр Сам, сынок Сам Уходи Ты здесь чужой Я пришел с миром Наши цивилизации должны сотрудничать Вы нам Анаптамиум А мы вам бусы И карандаши Ваши карандаши Слишком подозрительны Слушай меня, народ Нави Мы не должны вас ждать Мы должны помогать друг другу Мы привезем для ваших цехейла Очень много хны А вы нам дадите то, что Ну, то, что вам помогает Разговаривать с деревьями О, сама Эйва выбрала тебя Это знак Что ж за день сегодня такой, а? А ну-ка, вылезай Я тебя просил увезти их Они баллотируются в мэры Панторы Учись Сынок И мы откроем вам наши объятья А мы вас похороним Погодите, мы же вместе хотели мира Мира А может быть я хочу Анжелину Джули, сынок И чего? Гоните нам Анаптанию Иначе в этом месте скоро будет так же хреново, как в хоккейной раздевалке Есть! Полковник! Полковник! Смотрите, там без вас война началась Где? Там! Чужеземец! Мы убьем тебя! Так, на огонечек смотрим Понятно Роты открыли? Закрыли Монту будем делать? Не надо монту! Хорошо, счастливо Недельку теперь не моемся А ну-ка, вылазь, осуну Как не отойдется Я тебе говорю, вылазь Я должен с ума залезть А ну-ка, стой! Я прошу прощения, мощнее, попробую, я быстро Одним краем глаза посмотрю, вернусь Ты очень странный чужеземец Но мы можем договориться А что вы мне такое можете предложить, уважаемый? Чтобы мне стало интересно Знания Я вас умоляю, какие знания? На ваши знания Изя в комизонке даже пластов не купит Боже мой, как... Оставь нас в спокое! Уходи! Деточка, а что мне не за это будет? Вы же поймите, на этой планете у них такой флот Что вам даже в субботу придется предпринимать очень активные действия Боже мой, какая... Э, что такое, в чем дело? Эй, чувак, только черный может понять синего Пожалуйста, 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 я вас понял Пожалуйста Я сам хотел вам это предложить Кто у вас главный здесь в квартале, а? Слушай, подруга Я слышал, у вас тут есть классная мнотамиум Мне нужна новая партия Короче, слушайте мою телегу Ваша планета Это настоящее синее гето Если ты в доле, братан Хватит болтовни Лучше цехея вам своим со мной махни Эй, что же, землиц? Мы машем цехея только по праздникам И ты нам не братан Это потому, что я синий, да? Синий! Уберите руки! Уберите руки, мужланы! Фу! Может быть, я всегда об этом мечтаю Нейтири, эти люди хотят нас уничтожить Морально Нейтири надо что-то Отец! Отец! Да? У меня есть план Вроде все правильно Кто? Ну что? Кто первый? Мы, люди Нави, сдаемся Собирайте весь наш анаптамиум Только не приходите больше Да не нужен нам ваш анаптамиум Мы на этой штуке Миллиарда два Два с половиной соберем Так Кто следующий? Ударю Большая разница Что это вы делаете, Александр? Да спокойно, спокойно Это гигиеническая помада Чтобы не обветривались губы Не могу смотреть, как вы страдаете Вставьте лобовое стекло в машине Друзья, Большая разница О, да О, да